Привет! Сегодня посмотрим на защищенный смартфон от компании Cubot. У нас в стране такие устройства пользуются большой популярностью, потому что они надежные, неприхотливые и, как правило, обладают хорошей автономностью. Конечно, иногда у них встречаются проблемы программного характера, но в целом такие смартфоны сегодня намного более юзабельны, чем, например, два или три года назад. Новинка, о которой мы сегодня поговорим, получила забавное название King Kong Star. На фоне конкурентов смартфон выделяется дополнительным дисплеем и очень оригинальным дизайном. В некотором смысле его вообще можно назвать первым защищенным смартфоном, над дизайном которого производитель реально заморачивался. И сейчас я попробую объяснить, что имею в виду. Итак, ничего не думайте, King Kong Star это все тот же брутальный и тяжелый кирпич, однако его внешний вид теперь больше подходит на игровой смартфон. И все дело тут в оформлении задней панели. Ее сделали из прозрачного пластика, под которым находится рисунок, имитирующий печатную плату. На нем мы видим множество компонентов, чипы, дорожки и прочее. Естественно, все это просто декоративные элементы, но смотрятся они здорово, делая смартфон более самообытным. Весит аппарат почти 400 грамм, поэтому я рекомендую сразу приобрести для него какую-нибудь сумку. В кармане носить такую штуковину точно будет некомфортно. Торцы у новинки прорезиненные, их разбавляют две металлические вставки по бокам. На правой находится качелька громкости и кнопка включения, а на левой заглушка, под которой расположился лоток для сим-карты. Чтобы его было проще извлекать, в коробку положили вот такой специальный инструмент. К слову, лоток здесь не совмещенный, в этот смартфон нужно установить сразу две сим-карты и карточку памяти. На мой взгляд, это большой плюс. Карточки поддерживаются объемом вплоть до 1 терабайта. Основной дисплей здесь качественный. Диагональ у него 6,78 дюйма. Разрешение при этом Full HD+. Используется IPS-матрица с очень неплохой максимальной яркостью. Я пробовал тестировать смартфон на улице в солнечную погоду, и картинка, в общем-то, всегда оставалась читаемой. Думаю, для такого класса устройств это особенно важно, потому что покупают их точно для того, чтобы сидеть с ними дома. Еще из плюсов экрана могу отметить поддержку 90 Гц. Вообще, я думаю, что матрица может выдавать и большую герцовку, но в данном случае мы имеем дело с процессором Mediatek Dimensity 700, у которого есть ограничения на такую частоту обновления. Впрочем, 90 Гц тоже неплохо. Анимация в системе выглядит намного приятнее и плавнее по сравнению с стандартными 60 Гц. Еще одна важная особенность этого смартфона — дополнительный экран на тыльной стороне корпуса. Внешне он чем-то напоминает дисплейчик от смарт-часов. Работает он, в принципе, по такому же принципу. Сюда можно вводить время, компас, управление плеером, а также уведомления. Это удобно, особенно в ситуациях, когда нет возможности включить основной экран или вы попросту не хотите лишний раз расходовать заряд батареи. Управляется экранчик свайпами, а настроить информацию, которая будет в него вводиться, можно в основном меню. Теперь немного поговорим о железе. Обычно у противоударных смартфонов это больная тема, поскольку разработчики все внимание тратят на стандарты защиты и батарею, а железо подбирается, как правило, по остаточному принципу. В данном случае с начинкой все довольно-таки неплохо. Аппарат оснащен шустрым процессором Mediatek Dimensity 700. Как я уже говорил в начале видео, это самый доступный чипсет с поддержкой сетей пятого поколения. Чип, конечно, не игровой, но в повседневных задачах вы вряд ли ощутите недостаток производительности. Поиграть в игры тоже можно, но настройки графики придется снижать до средних или низких значений. В бенчмарке Antutu чипсет набирает более 400 тысяч баллов. Результат неплохой, и я бы сказал, что он находится на уровне среднебюджетного современного смартфона. Если вы не геймер, нехватки производительности точно ощущать не будете. Также в устройство установлено 12 гигабайт оперативной памяти и 256 встроенной. При этом оперативку можно расширить до 24 гигабайт за счет внутреннего хранилища. Не совсем понимаю, зачем это нужно. 12 гигабайт, по идее, с запасом должно хватить для любых задач, но тем не менее такая возможность тоже присутствует. Работает смартфон на 13-м Android. Установлена фактически чистая система без каких-либо украшательств и оболочек. Среди предустановленного софта есть утилита Freezer, с помощью которой можно замораживать активность выбранных программ, чтобы они меньше расходовали заряд аккумулятора. Еще в системе есть привычное приложение для смартфонов Cubot – сумка с инструментами. В нем можно найти компас, транспортир, отвес, шумомер и другие полезные инструменты. В общем-то, стандартный набор для защищенного смартфона. Модуль камеры у новинки тройной. Он состоит из 100-мегапиксельной основной камеры, 24-мегапиксельной камеры ночного видения с инфракрасной подсветкой и 5-мегапиксельного макромодуля. Основная камера довольно-таки неплохая, в нормальных условиях она делает резкие и детализированные кадры. Понятно, что это не фотофлагман, но качество в целом приемлемое. Видео смартфон умеет снимать в 2К разрешении, но, к сожалению, устроенной системы стабилизации нет, и поэтому картинка получается дерганой. А вот камера ночного видения действительно позволяет снимать в полной темноте, но только в черно-белом режиме. Принцип работы здесь такой же, как и у обычных стационарных камер. Изображение в кадре подсвечивается инфракрасными светодиодами. Снимать можно как фото, так и видео. Примеры записей вы сейчас можете видеть на экране. Есть еще макрообъектив, но качество у него чуть хуже, чем у основной камеры. Видно, что добавили его, скорее всего, просто для галочки. К автономности нового King Kong придраться сложно. Аккумулятор на 10600 мАч позволяет ему поработать 2-3 дня посредней нагрузкой. Это примерно 15 часов работы экрана. Если же пользоваться устройством исключительно как звонилкой, аппарат вполне может продержаться неделю без подзарядки. Так что с автономностью у этой модели все очень и очень хорошо. Заряжать смартфон нам предлагается быстрой зарядкой мощностью 33 Вт. Полностью аккумулятор от нее заряжается почти за 3 часа. Не очень быстро, но не будем забывать, что емкости аккумулятора тут значительно больше, чем у среднестатистического смартфона. Из беспроводных соединений есть двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth-модуль версии 5.1 и NFC. Можно установить на смартфон приложение Mirpay и бесконтактно оплачивать покупки в магазинах. Итак, в завершении видео я попробую подсуммировать впечатления от новинки Kubot. Мне кажется, что защищенные смартфоны в последнее время действительно очень серьезно спрогрессировали. Теперь ими реально приятно пользоваться, они ничем не уступают обычным смартфонам средней сновой категории. При этом такие аппараты могут предложить пользователю защищенный корпус и увеличенное время автономной работы. Преимуществом данного аппарата я бы отнес хороший экран, шустрый процессор, необычный дизайн, неплохую камеру и реально долгое время автономной работы. Если его будут исправно обновлять, смартфон может стать реально неплохим выбором для людей, у которых работа связана с жесткими условиями окружающей среды. Что касается минусов, могу отметить прежде всего локализацию. Многие пункты меню тут на русский вообще не переведены. Ну или переведены кривовато. Это частая проблема для смартфонов такого формата и, к сожалению, она далеко не всегда решается. Будем надеяться, что локализацию хотя бы частично допилят в обновлениях. Но на этом мы, пожалуй, закончим. Напоминаю, что вы смотрели geekonside.ru. Увидимся в следующих видео и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok